Ну и что, что грудь рассечена? Что с того, что кости распилили? Сердце с корнем вырвано со дна, брошено в объятия могилы. Ну и что, что говорю с тобой, на своих ногах еще хожу. Ксы на грудь кидаются ордой, их клыки камнями сторожу. Адалу Алиев. Такой уникальный для Дагестана, может даже для современного Кавказа человек был, потому что ведь он же был очень респектабельный. Он же был абсолютная элита, поэт, который при жизни стал хрестоматийным. В школах дети учили его стихи, ну обязательно нужно было учить его стихи. Это, по сути дела, был второй Гамзатов для Дагестана. Ну Гамзатов он как бы на русском поле реализовался, его на русский переводили. А Адалу специально писал без учета, что его будут переводить. Это был именно Наварский такой вот Гамзатов. И вдруг в час икс этот человек поддерживает восстание, поддерживает мятеж, идет против такой вот коллаборационистской элиты, которая находится под метрополией и бунтует. Он бунтует, он поддерживает конфедерацию народов Кавказа, он дружит с Шамелем Басаевым, он не стесняется этой дружбы, он легко позирует вместе с ними, ведет какие-то переговоры. Естественно, это ему не могли потом простить. Он уже незадолго до своей смерти, мы с ним встречались, он смеялся, рассказывал мне, представляешь, сейчас вот Министерство образования Дагестана рассылает циркуляр, чтобы из хрестоматий вырвали листы с моими стихами и инструкцию о том, что изучение 3 часа или 2 часа поэзии Адалу Алиева заменили на 2 часа изучения поэзии Сулеймана Стальского. Говорит, ну это смешно, я же аварский поэт, а Сулейман Стальский – лезгинский. Мы разные по национальности, у нас разная поэзия, мы на разных языках пишем. То есть он в такой вот ситуации оказался, человек был очень аристократичный. У него была такая рука длинная, кисть с худыми, сильными, длинными пальцами, у него были совершенно великолепные манеры. То есть он был аристократ, он был интеллигент, и вот все дышало вот этим вот там рафинированным, рафинированностью вот такой вот. О, если б знать, куда ведет судьба, и где приют последний предназначен, мой каждый вздох сомнением охвачен, то ад или рай – борьба. О, если б знать. Интересно, что как-то раз он сказал мне о том, что он хорошо относится к Магомата Лимагомадову, и я даже понимаю, почему он это сказал, потому что, когда ему в результате поражения, значит, с Второй Чженской войны пришлось бежать в Турцию. Я знаю, что тогда глава Госсовета Дагестана сказал, что позвонил ему и сказал, что отдало. Если ты хочешь вернуться, умереть на родине, можешь это сделать. Я обещаю тебе, я не буду лишать тебя свободы, я тебе дам спокойно жить. И, кстати, сдержал это слово, потому что это была эпоха, когда друг другу противостояли вот такие вот величины. Каждый из них обладал таким серьезным масштабом. С одной стороны, Магомат Али Магомадов, который умел проявить благородство к потерпевшему поражению противнику. А с другой стороны, Адалло, который не умел смиряться. И если бы он был борцом без правил, как вот сейчас так модно и популярно на Кавказе, я думаю, что он скорее позволил бы сломать себе руки или удавить себя, чем сдался бы. Адалло родился в высокогорном селении Урада в 1932-м. В юности успел поработать там учителем и всегда в течение всей своей жизни туда возвращался. Этот век мне достался, как песни «Хребет перебитый». Эта жизнь мне досталась в эпоху поэтов-рабов. Столько мук, испытавшая плоть, ты еще не убита. Дух несломленный мой, ты все так же могуч и здоров. Бычий рев в песни прошлых веков, я поныне их слышу. Им в ответ содрогаются горы. Развернет свои крылья орел над потоками пенистых вод, поднимаясь все выше и выше. В тайне песен отцовских я свой голос и душу обрел. Мой родной Дагестан, в доме каждого горца есть подпорка для крыши, столб опорный для дома. В нем изъедены гнилью древесные кольца, сердцевина опоры, предвестие слома. «Мой родной Дагестан, те же черви, что столб твоей гордости съели, точат сердце мое, и страдания множатся день ото дня. Твои новые песни никого не согрели, отцовские песни в дыму их сгорели. Мой родной Дагестан, уничтожен твой дух, но в израненном теле неужели не бьется наследие огня?» «Для него сила духа всегда была выше. И даже в последние годы его облик, абсолютно кажется, в чем держится душа, абсолютно хрупкая, как будто бы чисто физически. Но человек потрясающей, неизгибаемой воли, силы, характер. Не любил Гамзатова, в нем все-таки всегда, наверное, даже при советской власти вот жил вот этот дух. Он понимал такое политическое, национально-политическое свое все-таки как антиколониальную борьбу. Он понимал, что Дагестан – это территория, которая потерпела поражение в ходе колониальной экспансии еще тогда царской России. И это для него было… резонировало это в нем. Он понимал, что свободу нужно отбить, свободу нужно отвоевать назад. Это в нем было всегда, и при советской власти, и потом. То, что он был по сценариям, у меня нет, конечно, в этом отношении никакого сомнения. Как по его поэзии, по содержанию его книг, так и по его жизни, очень сложной и очень тяжелой. Ведь поэты бывают и писатели разные. Он не был поэтом, который воспевал власть при, имеется в виду, Советском Союзе. А также он жил, он же умер 2-3 года назад и при современной России. Не воспевал он власть. Он ее не любил. Многих чиновников просто ненавидел. Он был романтик. Он очень любил свободу и любил вот это узденьство, волю. Считали некоторые дагестанцы, что его просто надо расстрелять на площади Ленина. Так говорил даже один из депутатов Государственной Думы, наш дагестанец, и несколько моих знакомых людей, которые работали тогда в правительственных органах. Все это Крослу Гамзатову и другие поэты, они были пригреты властью. Они были на вершине славы. И власть их поддерживала. И советская, и потом уже и российская тоже. Адалу был такой бунтарь. Он действительно, можно сказать, в этом отношении был обрек. Он гениальный поэт. Но он бунтарь. По характеру он был очень недовольный самим собой. Вначале казалось, а потом казалось, он недовольный ситуацией, строем, положением дел, положением вещей в республике и в России. И, конечно, вот это бунтарство его привело к последним годам своей жизни разным течением. Он создавал движение вместе с еще одним его другом, Алием Али, Гудекан. Там бывали политические дебаты, там говорили о состоянии дел, и не только литературы, и вообще политики. Не всегда бывает, большой поэт становится хорошим политиком. И его резкость в выражениях, его неумение высказывать мудро, вот это против него настроило многих людей и у поэзии, и у политики. Сейчас подзабылось, что в середине 90-х в Чечню ездили все, кому не лень – журналисты, пиарщики, политики. Никому это не запрещалось, никто из чеченцев не считался террористом. Адало принимал живейшее участие во всей этой общекавказской жизни. Он стоял за единство Кавказа и за ислам. Так получилось, что он был единственным на всем Кавказе и в Дагестане, кто публично выступил против развязывания второй чеченской кампании в 99-м. За это он был объявлен террористом и в пять лет провел в эмиграции. Пока в 2004 году стараниями разумных людей он не получил возможность вернуться. По сути, возвращения полноценного не произошло, потому что его замалчивали, делали вид, что его нет. И какие-то попытки, я лично предпринимала, чтобы в последние годы его жизни провести какие-то встречи его с читателями, они пресекались. Негласно. Осторожность и трусливость одних, равнодушие и невежество других, непонимание третьих, и при этом его гордый нрав, его самодолюбивая натура. Ему не прощали, что он не покаялся, а он говорил мне, не в чем каяться. Он издал 12 томов незадолго до своей смерти и очень ограниченным количеством, где-то 10 экземпляров, может быть, меньше, он сказал, это для моих внуков, чтобы они знали правду обо мне. Поэтому трагедия именно в этом, в том, что мы, имея великого поэта, будучи его современниками, мы не поняли, кто он такой и сделали все, чтобы мы его не знали. Это все равно, что при жизни Пушкина сказать вам, ну вот вам Бенедиктов или вот вам какой-нибудь поприщин, наслаждайтесь. Это неправильно. У нас отняли великого поэта, нашу литературу обескровили, и он это не мог не понимать. Лучшую роль сыграли его собратья по Перу и союз писателей Дагестана. Они должны были бороться за талант, они должны были понимать, что если он ошибался в чем-то на их взгляд, то он как поэт бесценен и уникален. Высокое отношение к поэзии, это его всегда отличало. Он очень высоко стоял поэзию. Он считал, что именно она определяет дух народа, она определяет нравственность. И не прощал современным поэтам и бездарности, и подлости, и трусости, и пресмыкательства, и приспособления. Он был жесткий в этих оценках, ему этого тоже не прощали. В нем отразился архетип кавказский, и он нес в себе вот такое бунтарское, волевое, мужественное, такое неизгибаемое начало. Он был очень интересный собеседник, очень живой, острый ум, насмешливый, афористичный. У него не было возраста, он был очень молод и умом, и душой. Он считал, что нельзя делать вид, что во всем Дагестане есть только один поэт, Расул Гамзат, и он заменяет всех и вся. Но при этом, когда ему задал вопрос незадолго до его смерти Магомеда Блухабиров, с кем собеседников, из ушедших в мир иной, любых времен, любых эпох вы хотели бы поговорить, он сказал с Расулом Гамзатова. Он понимал, что это всегда какие-то потери, что при переводах идет какая-то русификация, а самобытность, она теряется. Многие поэты наши изначально так и настроены. Они стараются вписаться в большое общероссийское поле и быть известны многим читателям. А дало этого не хотело. Он считал так, он говорил, я, как аварский поэт, России не интересен. Я нужен аварцам, поэтому я пишу для них, и я хочу быть аварским поэтом. Я стала переводить по его разрешению его стихи, его подстрочники, которые он сам готовил. Вот есть такая замечательная книга, он в переводах, они рассказывают, называется «На свидетель». Она не переведена. Он рассказывал, как он читал это произведение муфтиям, религиозным деятелям, как они слушали несколько часов буквально это длительное было чтение, большой текст, в полной тишине, в том числе убитый Саидов, они черкейские. И когда он закончил читать в полном молчании, вдруг Саидов Винди поцеловал его руку. Он был потрясен, и он попытался, как он говорит, «Ну-ка, поскольку я не приемлю этот жест, он сказал, но поскольку он проявил такое уважение, я хотел его тоже поцеловать руку». Он сказал «Нет, не надо, это не ты писал», – сказал ему Саидов Винди. «Под каждую твою букву тебе кидал ангелы, тебе кидали эти буквы, бросали под ноги». Когда он умер, и мы поехали туда с Алисултаном Газимагобедовым, журналистом, нашим главным редактором газеты «Экстанцы», я думал, что в этом его родном селе, а его похоронили не в горах, а здесь у нас, недалеко от Махачкалы, наверное, будет несколько тысяч человек. Ведь многие его стихи переложили на песни, и особенно аварцы очень любят эти песни. Но там было очень мало людей, человек, ну, 50, наверное. Просто люди боялись приходить даже хоронить поэта. Он был уже мертв, он не представлял опасности для государства, он и в прошлом не представлял этой опасности для государства. И я был очень огорчен, когда увидел небольшое количество людей, но потом подумал, что это даже и к лучшему. Ведь это не количество важно, а важно то, что хотя бы эти 60-70 человек дагестанцев уносили себе мужество, чтобы прийти, похоронить Адалу, такого, каким он был. Трагического, драматического, сложного, неординарного, талантливого, а может, и гениального, неспокойного такого Адалу-горца, Адалу-гражданина, Адалу-абрека. Адалу или Гамзатов? Ответ на этот вопрос говорит о человеке в Дагестане все. Непокоренная душа, поэт, мусульманин, аварец, политическая личность. Он соединял это все в себе, и подобных людей на Кавказе больше не осталось. У него не было дома-крепости, миллионов в сейфах, власти, но слово его звучало и значило больше, чем слова всех чиновников вместе взятых. Он умер в 2015, ему было 83. Я был свободен там, где был в плену, и время, моя боль и моя сила ответят вам на пытки отрицанием, став знаком торжества и восклицания, и я уйду. Не покорившись собственной судьбе, так будет, но уходят так не все. Мы работаем для вас! Поддержи наш проект! Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.